Итак, из беседы святителя Яна Златоуста на Евангелие от Матфея, а беседа называется «О высокомерии». Нет ничего хуже высокомерия. Оно лишает нас самого обыкновенного благоразумия, выставляет глупцами и еще более, и совсем делает безумными. Ибо если бы кто, будучи не выше трех локтей, усиливался быть выше гор, и считал бы себя таковым, если бы он стал вытягиваться, как будто был бы выше вершин холмов, то мы не стали бы искать другого доказательства в подтверждении его безумия. Так, когда ты увидишь надменного человека, который считает себя лучше всех и за бесчестье ставит жить вместе с простыми людьми, не ищи другого доказательства в подтверждении его безумия. Таковы более достоин по смеяниям, нежели глупые от природы, потому что сам добровольно на себя навлекает сию болезнь. И не посему только он достоин сожаления, но и потому, что впадает в бездну зла, не чувствуя того. Ибо как может он сознать грехи свои должным образом? Как почувствует свои преступления? Дьявол, взяв его, как непотребного раба в пленниках, носится с ним, мучая его всячески и подвергая бесчисленным поруганиям. Он до такого, наконец, безумия доводит таковых людей, что, следуя его внушениям, они начинают гордиться пред детьми и своими женами. Даже пред предками или же, напротив, надмивается знаменитостью сих последних. А что может быть всего безумнее, когда гордятся совсем противными вещами? Одни тем, что имели бедных отцов, дедов и прадедов, а другие тем, что имели славных и знаменитых предков. Итак, чем смирить гордость тех и других? Одним надлежит сказать, зайди выше своих дедов и прадедов. Может быть, много из них найдешь поваров, погонщиков, харчевников. А тем, которые гордятся собою, смотря на высоту предков, надлежит сказать противное. Посмотри на предков своих, которые жили подальше. Найдешь многих гораздо тебя знаменитейших. Мы немало не должны гордиться с ним. Ибо скажи мне, что такое род? Ничто другое, как одно пустое имя. Вы это узнаете в последний день. Но поскольку он еще не наступил, то мы постараемся убедить вас известными нам ныне обстоятельствами в том, что знаменитость происхождения не имеет в себе ничего особенного. Когда свирепствует война, голод или что-нибудь подобное сему, тогда вся кичливость, благородство исчезает. Когда свирепствует болезнь или моровая язва, не знает она различий между богатым и бедным, между славным и бесславным, между знаменитым и низким. Так и смерть, и другие перевороты. Одинаково они постигают всех. И что всего чуднее, особенно богатых. Ибо сие, чем беспечнее ведут себя в таких обстоятельствах, тем удобнее погибают. Если ты желаешь показать свое благородство, то, презрев полное благородство, яви такую же неустрашимость Духа, какую имели пророки и апостолы. Аминь.